ВОГЛАВЕ УГЛА Глава государства, еще в октябре оглашая свое послание народу, потребовала внедрить современный формат работы с населением. Так, чтобы ключевыми параметрами оценки полиции стали уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения. Полиция, я уже говорил, стоит на первых рядах борьбы. Есть, мы можем критиковать, но есть люди, которые отдают жизнь в борьбе с преступностью, защищая людей. Я уже говорил, 770 с лишним сотрудников погибли за эти годы, борясь с преступностью, и тысячи получили ранения. И это надо помнить. Вместе с тем, текущее состояние органов внутренних дел действительно не в полной мере отвечает запросам общества. Помним мы, были претензии, возмущения, требования. За последние три года уровень преступности в стране сократился на 17,5%. За этими цифрами судьбы и жизни людей. И об этом ни в коем случае нельзя забывать. Тем не менее, это не опровергает факта устаревших стандартов отношения полицейских с гражданами. К сожалению, самая трудно реформированная часть нашей страны оказались правоохранительные органы судебной системы. Реформы экономики, политики, все пошло вперед. Очень инертные. Прошлое держит просто за хвост. И то, что не оправдывает ожидания полицейских систем, вызывает нарекания граждан. Полиция сегодня нуждается в содержательных и качественных изменениях. Таких, чтобы отвечать направлениям, которые в своем послании народу Казахстана указал президент. Уже сейчас необходимо оптимизировать структуру и штат органов внутренних дел. Избавить полицию от несвойственной ей службы. Сосредоточить внимание на борьбе с преступностью и охране правопорядка. Будут оптимизированы звенья, в результате чего на одного руководителя будет не три, а пять человек. Штатная численность сократится на 10%. Но не для того, чтобы снять деньги с МВД. Наоборот, вот эти сэкономленные деньги пойдут на повышение заработной платы полицейских всех уровней. На повышение заработной платы полицейским дополнительно будет выделено 21 миллиард 400 миллионов тенге. Вместе с тем, степень ответственности каждого сотрудника будет повышена. За нарушение закона или увольнение из органов внутренних дел полицейский будет лишаться всевозможных льгот. Все эти деньги, деньги народа. Налогоплательщики платят нам бюджет налоги. Из этих налогов мы содержим как полицию, так и армию, так и суды. Поэтому надо разъяснить людям, что их содержит народ. И за эти деньги требуют, чтобы они выполняли свои обязанности по защите человека. Также решаем жилищные проблемы сотрудников, непосредственно занятых в борьбе с преступностью, охране общественного порядка. При этом надо разъяснить личному составу. Нарушение и увольнение от полиции лишает его всех этих льгот. Стране нужны полицейские совершенно новые формации. Потому очень важно пересмотреть систему отбора, подготовки и продвижения кадров. Проверяется осуществить оптимизацию организационно-штатных структур. В частности будет сокращено 10%. Решаем вопрос улучшения системы оплаты труда. Теперь разработан механизм решения жилищных проблем. Вопрос по исключению несвойственных функций. Вот мы сейчас 748 объектов написали письма, что просим решить вопрос о том, чтобы сами охраняли себя. Я с этим согласен, несвойственные вопросы. Чтобы тоже во время, когда будем менять, мы там не потеряли качество. Стране нужны современные полицейские академии. Из 12 учебных заведений МВД останется 5 лучших, куда будут отобраны наиболее квалифицированные преподаватели, которым также будет повышена заработная плата. Срок подготовки должен составлять от 3 до 6 месяцев. В год выпускается 20 тысяч юристов. Вот этих ребят, сейчас я объявляю, я их приглашаю сюда, поработать, накопить мощный опыт в полиции. Во-первых, он имеет высшее образование. Будем полагать, что он более подготовленный морально и физически. Он более подготовлен для справедливости к человеку. Он образованный человек. Действующий же полицейский ждет внеочередная аттестация уже в следующем году. Останутся только те, кто отвечает современным стандартам. А на место не прошедших этот экзамен необходимо набрать наиболее достойных. Президент Казахстана потребовал от органов внутренних дел перехода на сервисную модель работы. Ежегодно в полицию обращается более 4,5 миллионов граждан, но условия для их приема не созданы. Если человек пришел со своей бедой, его нужно быстро, вежливо принять и дать ответы. Это только полдела. Непосредственно с его проблемой должен разобраться кто-то. Тут же присутствие поручить, оперативно, соответствующий с законом. В этом состоит современный формат работы с человеком. Здесь мелочей нет. Во всех отделах полиции комфортные условия. Если гражданин стал жертвой преступных случаев, какое у него будет настроение, как он будет работать, каким он гражданином будет. Если вопросы его решаются месяцами, годами, обвивает пороги, он ничего не будет воспринимать хорошо. Нурсултан Азарбаев поручил внедрить новые критерии оценки деятельности полиции. То есть показатели на бумаге – это еще не уровень доверия граждан. Оценку дает народ. Поэтому все вот эти цифры, работа ваша должна быть доступна для простых людей. Надо говорить об этом. Не позволять просто так называть цифры, и люди не знают, о чем идет речь. Социальные замеры должны быть. Социальные замеры, социологический опрос людей данного участка, данного района, данного города, села показывает, какое отношение к полиции. Правоохранительная система – это та сфера, в которую в первую очередь должны быть внедрены новейшие технологии. Нужно сделать все возможное, чтобы казахстанцы почувствовали на себе эти изменения. Будут внедрены сервисы, позволяющие улучшить обратную связь. С населением в онлайн-режиме. Вот такие современные технологии должны охватить всю полицейскую деятельность, всю сферу. Нужно понимать, что цифровизация будет способствовать сокращению коррупции, дальнейшей оптимизации управления школьников штатной численности. Это веление времени. Весь Казахстан занимается цифровизацией. Вы, прежде всего, правоохранительные органы должны внедрять новые технологии. Реформирование затронет не только полицейскую службу, но и другие структуры Министерства внутренних дел. Важные изменения ожидает уголовно-исполнительную систему. Будет обеспечено раздельное содержание лиц, совершивших насильственные преступления от других осужденных. Люди должны быть спокойны из-за своей уверенной безопасности, защиты со стороны государства. Нужно добиться максимального снижения преступности на улицах, других общественных местах. Личная имущественная безопасность граждан имеет большое значение. Аппарат президента будет за этим следить. Главным образом будет отвечать министерство. Основная цель всех этих работ – безопасность граждан страны, спокойной жизни. Президент поручил принять меры по максимальному снижению преступности на улицах и в других общественных местах. Для этого государством готовится целый комплекс кардинальных решений. Измениться полицейские должны не только внутренне, но и внешне. Главе государства представили новую форму сотрудников, которые и своим внешним образом должны олицетворять защиту и безопасность, что, собственно, и лежит в основе поручения на самом высоком уровне. Айгуля Дилова, Руслан Жакеев, Хасина Маркулов и Алмасу Маргалеев при поддержке телерадиокомплекса президента ЖТКОН.